МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вертолет МЧС вылетел на помощь туристам, которые оказались заблокированы в горах Алтая. Напомним, четверо кузбассовцев застряли на высоте в 4100 метров на горной вершине Аккем. Это Усть-Коксинский район Республики Алтай. О своем положении накануне сообщили сами туристы по спутниковому телефону. Они рассказали, что на месте их стоянки резко испортилась погода, палатку с вещами и снаряжением унесло ветром, и мужчины начали замерзать. Около суток кемеровские спасатели не могли вылететь к туристам, так как в Республике Алтай наблюдался густой туман. Сегодня после полудня погода немного улучшилась, и вертолет приземлился в Горноалтайске. Но пока спасатели не добрались до горы, где находятся туристы. Там низкая облачность. Добавим маршрут путешественников из Кузбасса. Специалисты называют ледово-скальным и считают одним из самых сложных. Предстоит тяжелая спасательная операция. Лучшие молочные продукты выбирали сегодня в Краевой столице. В колледже сыроделия стартовал 11-й смотр-конкурс, который проходит в рамках межрегиональной конференции «Молочная индустрия. Возможности и потенциал». Она продлится всю эту неделю. Чем отличается правильный сыр от поддельного и от чего зависят оттенки вкуса молока, выяснил Илья Кочетков. Это могло быть обычным завтраком с обилием молочных продуктов, если бы не белые халаты, пронумерованные стаканчики и атмосфера исследования. Эксперты смотра конкурса оценивают качество молока и кисломолочных продуктов более чем от полутора десятков производителей со всей Сибири и даже из Казахстана. Чье конкретно молоко дегустируют, они не знают. В соседней комнате напиток разливают по одинаковым стаканчикам и нумеруют. Вкус и запах характерны для молока, без посторонних привкусов и запахов. Допускается легкий привкус и запах добавленных компонентов. Пользуясь случаем, задаем экспертам один из самых популярных сегодня вопросов. Почему порой только что купленное молоко скисает даже в холодильнике в течение нескольких часов? Если заполням молоко с кислостью, то это, конечно, плохое молоко. Молоко – это среда для развития всех микроорганизмов, в том числе и не очень хорошая. Соответственно, санитарное состояние данного производства было, ну, скажем так, оставляет желать лучшего. А вообще молоко стоит 5-7 дней, то есть свободно. Параметров, по которым специалисты оценивают качество белоснежного продукта, множество. Во-первых, химический состав. Пропорции жиров и углеводов должны быть строго определенными. Во-вторых, сам вкус продукта. А вот здесь все очень непросто и зависит от восприятия. Мне по секрету сказали, что это молоко алтайское, а это приехало из Казахстана. Пробуем. Наше такое сладкое, насыщенное. Казахстанское, не сладкое, такое ощущение, что его разбавили. А между тем, здесь и здесь содержание белков, углеводов и всего остального абсолютно одинаковое. Вот так все непросто. Но это я, дилетант, а профессионал на вкус и с помощью приборов способен уловить в десятки раз больше нюансов, на основе которых и решит, какое молоко лучше. И дело вкуса здесь второстепенно важнее. Жирность, питательность, отсутствие отбеливателей и вредных бактерий. Правда, есть признаки, которые способен увидеть каждый. Например, разные сорта сыра легко определить по внешнему виду. Если это сыр голландский, то тоже мы должны понимать, что на этом сыре не должно быть рисунка с щелевидной формой. Если это сыр витязь российский, который чаще всего пользуется спросом у нашего покупателя, то это красивый кружевной рисунок, который приятно радует глаз. Так, что говорят эксперты, если вы сомневаетесь в качестве продукта, смело пишите претензию сначала в магазин, а затем, если там вас заявят, что все в порядке, уже в Роспотребнадзор. Но сегодня в центре внимания молоко и кисломолочные продукты. Сыры, мягкие и твердые, с плесенью и без оценят завтра. Кроме того, в течение этой недели пройдут конференции и круглые столы, где обсудят перспективы молочной переработки. Завершится молочная неделя сырной ярмаркой, которая пройдет в субботу, 18 августа, на нулевом километре. Илья Кочетков, Павел Лаурин. Наши новости. Сотрудники совет клиники побила ребенка из-за баннера с тиграми. Очередной скандал разгорается в краевой столице. В сообществе инцидента Барнаул появилось видео, на котором сотрудница частной ветеринарной клиники «Абсолютно Лазурная-19» дает затрещину подростку якобы за то, что он порвал рекламный баннер. Один из участников произошедшего рассказал, что они с друзьями фотографировались на фоне изображения. При этом они поочередно просовывали свои головы в одну из технологических прорезей, которые делают на подобных баннерах специально, чтобы обезопасить их от сильного ветра. Ребята объяснили свое поведение тем, что хотели, чтобы на фото выглядело, будто их головы находятся в пасти у зверя. Это заметила одна из сотрудников Центра ветеринарной помощи. Женщина вышла на улицу, начала кричать, схватила за руку одного из ребят, затем ударила его по голове. После этого сотрудницы и подростки оказались внутри помещения ветеринарного центра. Там женщина продолжала ругать детей. Об этом нам уже рассказали в Краевом следственном управлении. Ну а подростки потребовали, чтобы она их отпустила. На этом видео обрывается. По факту началась доследственная проверка. Следователями в настоящее время изучается видео, выложенное в сеть. Устанавливаются свидетели произошедшего, а также сам несовершеннолетний и его законные представители. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Барнауле, в районе Нового рынка, сегодня утром загорелся автобус 10 маршрута. Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в моторном отсеке. Предварительная причина – короткое замыкание. Автобус очень быстро заволокло дымом, который, как рассказал нам очевидец, происшествие быстро распространился на проезжую часть проспекта Ленина. Движение было затруднено. К счастью, никто не пострадал. Пассажиры оперативно покинули автобус, а спасатели также оперативно возгорание ликвидировали. Сегодня из Барнаула впервые вылетит прямой рейс на Хайнань. Информацию об этом нам подтвердили в барнаульском аэропорту. Вылет запланирован на 20 часов по местному времени. Напомним, намерение запустить прямые вылеты из нескольких сибирских городов, в том числе Барнаула, у китайского туроператора «Жемчужная страна» было еще три месяца назад. Четыре раза эти вылеты откладывались. Ну и вот сегодня долгожданный полет наконец состоится, рассказали в аэропорту. Они заявили о своей летной программе раньше, еще весной. Но, к сожалению, были сложные процедуры согласования. Сейчас они, слава богу, все уже завершены. И борт уже сейчас у нас стоит на перроне и готовится к отправке. Как нам сообщили в аэропорту в Хайнань, сегодня на Боинге 737 вылетят 154 человека. Следующий рейс из Барнаула должен отправиться через 10 дней. К слову, ближайшие три месяца рейсы будут чартерными. В дальнейшем их планируют сделать регулярными. Напомним также, что местные туроператоры пока воздерживались от реализации направления на Хайнань из-за постоянного переноса дат вылета. Ведь до сих пор многие туристы ждут возврата денежных средств от китайской страны за испорченный отдых. Четверо из пяти алтайских льготников предпочитают соцпакету деньги. Такую статистику озвучили сегодня журналистам в Краевом Минздраве. Но, казалось бы, страховая подушка, как еще называют соцпакет, призвана обезопасить людей от весомых трат. Чаще всего на лекарства. Но вот только жителям края она почему-то не по душе. Почему? Выясняла Анастасия Дороган. От льгот отказываюсь, написала Ольга Бурмистрова несколько лет назад. И восьмой год после инфаркта ей приходится поддерживать свое сердце за собственный счет. Их в перечне нет таких лекарств, какие мне нужны. Вот Эликвиз я беру, он в среднем 2,5 стоит. Это от сердца. Тем не менее, в списке льготных лекарств около тысячи пунктов. Медикаменты – самая дорогая часть соцпакета. Сейчас получать их могут почти 250 тысяч жителей края. Пользуются этим правом лишь пятая часть. Остальные выбирают деньги – 826 рублей в месяц. Как показывает жизнь, эти деньги тратятся не на лекарства. К сожалению, когда случается такая катастрофа, человек отсутствует в льготе, то есть у него нет возможности приобретения бесплатных лекарств, то тогда, конечно, происходят достаточно серьезные последствия, потому что надо лечить уже не только основное заболевание, но и его тяжкие последствия. Распорядимся деньгами сами. Часто причина отказа от льгот, говорят в Минздраве. На втором месте – недоверие к отечественным препаратам. Жители отдаленных районов и вовсе считают процедуру неудобной. Хотя специалисты говорят, рецепт на лекарства должен выписывать участковый терапевт, а вдавать препараты могут в местных аптеках. В Минздраве подчеркивают, деньгами за год человек получит всего около 10 тысяч рублей, в то время как на лечение льготников порой уходит в разы больше. Те, кто у нас пользуется пакетом примерно 75-80%, получают они в основном примерно где-то на 13-15 тысяч в год. Но у нас есть и такие больные, которые за счет этой суммы получают препаратов на миллион рублей, на 5 миллионов. Большие траты нужны инвалидам, онкобольным, пациентам с бронхиальной астмой, сахарным диабетом и другими тяжелыми заболеваниями. Выбрать соцпакет или несколько сотен рублей льготники могут до 1 октября. Но то, чтобы изменить решение, понадобится месяц. Впрочем, для Ольги Бурмистровой выбор и в этом году очевиден. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости. Сергей Шубенков был против того, чтобы подавать протест на итоги забега. Об этом он рассказал нашим корреспондентам, которые сегодня утром встречали прославленного земляка и его личного тренера в аэропорту Барнаула. На чемпионате Европы в Берлине наш земляк вместе с представителем Франции показали одинаковое время – 13,17 секунды. И Шубенкову дали второе место, что было решено протестовать. Правда, в итоге все решили тысячные секунды, а протест был отклонен. Кирилл Политов с подробностями. Вот так буднично добро пожаловать в родной Барнаул серебряный призер чемпионата Европы. Никаких баннеров, флагов, поклонников и представителей Краевого спорту управления, которые так искренне обычно признавались в любви. И встречающих лишь родители самого Шубенкова, ученики Сергея Клевцова и наша съемочная группа. Этот забег, словно лихо закрученный сюжет очередного блокбастера, до сих пор обсуждает вся спортивная общественность планеты. Безусловно, главное из-за результата. Всего 0,002 определили, кто сильнее в барьерном беге на Старом Континенте. Только вдумайтесь, 0,002. Две золотые медали тебе и Лагарду, это было бы справедливо или нет? Нет, конечно, там же есть разница в 2000-х. Смазанный старт, отчаянная гонка за убегающим французом, не менее отчаянный финиш и падение. После были слезы Лагарда, растерянный взгляд Шубенкова и фотофиниш, который и определил победителя. Представители Сергея тут же подали протест, где не согласились с итогами забега. Правда, сам спортсмен узнал об этом позже. И он, собственно говоря, сделал то, чего от него и все ждали, и хотели. И вот он пробежал свой лучший бег, выдал там, где нужно было выдать, а я этого не сделал. И поэтому после того, как я, собственно говоря, своими руками не сделал то, чего должен был сделать, зачем мне за эти тысячные цепляться? В результате протест судьи все равно отклонили. Отклонил, возможно, на время прежнюю программу тренировок и личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов. Незадолго до старта сезона тандем объявил, этот год будет экспериментальным. Пробуют, ищут, ищут, и вновь пробуют. Но ведь эксперимент, он предполагает то, что есть какие-то риски и есть возможность на каком-то этапе получить не совсем позитивный результат. Но это будет в итоге позитивно в перспективе. Из ближайших перспектив все те же старты. Это будет континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций и финал бриллиантовой лиги. Два пишем, один, как известно, в уме. Ведь по-прежнему цель номер один – Олимпийские игры в Токио в 2020-м, подготовка к которым уже началась. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Ну а в эти минуты в парке спорта стартует международный фестиваль по футболу. На мероприятие в Краевую столицу съехались сборные со всего мира. Японии, Южной Кореи, Узбекистана, Москвы. В этом году фестиваль посетит множество почетных гостей, среди которых Алексей и Евгений Смертины, гендиректор Российского футбольного союза Александр Алаев. А открывает турнир известный игрок московского локомотива Дмитрий Сенников. Турнир посвящен памяти знаменитого тренера, чемпиона алтайского края Геннадия Смертина. Он воспитал сотни алтайских мальчишек и, конечно же, двух известных футболистов своих сыновей. Гостям и участникам фестиваля презентуют документальный фильм про Геннадия Смертина «Папа». На месте работает наш корреспондент. Подробности об этом масштабном спортивном событии смотрите завтра. Банк Восточный предлагает кредит под залог недвижимости до 30 миллионов рублей. По статистике Национального бюро кредитных историй, только за второй квартал 2018 года заметно вырос спрос на займы от 100 до 500 тысяч рублей. Чем вызван такой ажиотаж, знают в одном из лидирующих банков страны в сфере кредитования. Аналитики отмечают, что россияне, то есть мы с вами за прошедший год перешли от накопительной модели поведения к потребительской. Люди стали меньше откладывать крупные покупки на потом и предпочитают совершать их сейчас. Банк Восточный предлагает своим клиентам суммы вплоть до 30 миллионов рублей. Чтобы стать их обладателем, не требуется прикладывать много усилий. Среди наших продуктов особенно выделяется кредит под залог недвижимости. При процентной ставке от 9,9% годовых можно оформить до 30 миллионов рублей на любые цели. За год количество оформленных кредитов под залог недвижимости в Банке Восточной увеличилось втрое. На эти деньги можно не только объездить весь земной шар, но и решить многие вопросы. Какие именно, точно знают в банке. Чаще кредит на такие суммы берут для следующих целей. Погашение ранее взятых дорогих займов, покупка другой недвижимости, например, дачи, а также различные ремонты, квартиры, автомобиля. Специалисты уверены, спрос на кредиты будет неуклонно расти, ведь повышается уровень экономической грамотности населения. Впрочем, как и лояльность банков к своим клиентам. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». 14 августа на большей территории края ясно, без осадков. В Бийске и Зминогорске до 22 тепла. В Славграде-Рубцовске и Олейске 23 выше 0. В Барнауле переменная облачность, ветер западный умерен. Ночью 10-12 градусов, днем до 23 тепла. Я напоминаю, телефон нашей редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи. Виктор Лебедев на фронте с 43-го года отличился при форсировании Днепра. Переплыл реку в первой десантной лодке. Недалеко от берега лодка была опрокинута. Бойцы приближались к суше, поливая противника шквальным огнем. Так они создали видимость многочисленности отряда. Две группы бойцов зашли в тыл фашистов. Одно из них командовал Лебедев. К рассвету враг стал отходить. Так была обеспечена переправа роты. Позже Виктор Лебедев погиб в бою. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. Имя героя носит Новоперновская школа Дальменского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова